На октябрьском заседании Думы городского округа депутаты оперативно обсудили все семь рабочих вопросов повестки. Предложили и единогласно поддержали кандидатуру председателя территориальной избирательной комиссии Натальи Тютяевой на новый срок полномочий, теперь дело за избиркомом области. В целях соблюдения правил поведения и норм служебной этики, а также профилактики коррупционных проявлений на муниципальной службе, депутаты утвердили Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих. Муниципальным служащим предписано соблюдение делового этикета в общении с гражданами. Он не должен отвечать на оскорбление, обвинение или критику. В одежде муниципального служащего должен присутствовать классический деловой стиль. Одна из наиболее важных тем повестки утверждения порядка рассмотрения в Думе проектов муниципальных программ, которые формируют городской бюджет. Это серьезный документ, над которым мы работали несколько месяцев. Мы его сначала приняли за основу, потом работала. Рабочая группа вносила поправки изменения в этот документ. На Думе мы приняли его в окончательном чтении. Сейчас в Думе городского округа вместе с бюджетом и либо вместе с изменением в бюджет будет поступать сама программа муниципальная или изменения в эту муниципальную программу. Потому что депутаты, когда они принимают бюджет или изменения, они должны знать, какие же изменения происходят в муниципальной программе. Либо что представляет из себя муниципальная программа. Знать ее изнутри. Депутаты видят сразу, за что они голосуют, за какие изменения конкретно в муниципальной программе. Или как вообще выглядит, из чего состоит муниципальная программа. Та или иная. Они будут владеть большим объемом информации. Тем более главных распорядителей бюджетных средств мы будем приглашать на заседание комиссии. Задавать вопросы, они нам будут отвечать. При обсуждении вопроса повестки о поручениях Думы счетной палате на 2021 год депутаты поручили счетной палате включить дополнительно в план проверок еще несколько контрольных мероприятий по проверке расходования бюджетных средств. В этот раз мы дали 4 поручения о проверках в счетной палате городского округа. Сухой лог администрация с нами согласилась, депутаты поддержали. Дума городского округа принимает и бюджет, принимает поправки, изменения в бюджет. И мы должны больше знать, больше владеть информацией. Во-вторых, мы даем поручения счетной палате суммы, проверяемые там, немаленькие. И депутаты должны знать, как расходуются бюджетные средства, выделяемые по тем или иным направлениям, тем или иным муниципальным программам. Вопрос о безвозмездной передаче имущества из муниципальной собственности в собственность Российской Федерации вызвал у депутатов вопросы и был перенесен по ряду объективных причин. После завершения обсуждения повестки городской думы глава городского округа Роман Волов сообщил, что концессия, то есть передача муниципально-мунитарного предприятия жилком сервис СЭЛ в реконструкцию за счет средств инвестора, которое столь длительное время готовилось и ожидалось, отменяется. Роман Юрьевич остановился и на таком важном вопросе, как выполнение всех предписанных Роспотребнадзором профилактических мероприятий в период ковида.